Сегодня первым вопросом будет обращение нашего парламента к парламенту Турции. Мы выступаем за сохранение музейно-храмового комплекса Святой Софии, который является сокровищем мировой культуры и истинного православия. Поэтому мы не только поддержим, еще раз возвышаем свой голос в защиту главных духовных ценностей. Любовь, справедливость, вера, мудрость являются главным содержанием жизни каждого человека, его души, его совести. Для нас принципиально важно не только обратиться, но и обратиться к мировой общественности в защиту главных духовных ценностей. Посмотрите, что творится в современной Америке. Забыли даже своих отцов-основателей, готовы снести голову Колумбу, который открыл Америку. Это варварство катится по всей планете, сталкивая народы, религии, конфессии. Мы не имеем права допускать, у нас страна многоконфессиональная, и мы с уважением относимся к вере и традициям каждого народа. Что касается Святой Софии, это одно из самых уникальных созданий человечества. Вдумайтесь, почти тысячу лет был храмом, главным храмом православия. Его строили в VI веке, строили много лет, затратили средства три бюджета Византийской империи. Там только культовых сотрудников было более 500, строило 10 тысяч работающих, рабочих, инженеров, талантливых архитекторов, художников. Это уникальные произведения духовного подвига человечества. Поэтому, когда наши русские князья впервые попали в этот ансамбль, они были в восторге. Они заявили, мы то ли попали на небеса, то ли на землю. Это повлияло огромным образом на духовное развитие нашей страны. Неслучайно Москву назвали Третьим Римом. Мы считаем, что сегодня есть очень деструктивные силы, которые пытаются столкнуть две религии – православие и ислам. За этим стоят, как правило, ЦРУшные спецслурбы, которые занимаются этим не только там, в Турции, но и на Украине. Собственно говоря, их проявления есть и в нашей действительности. Мы поддержим активно эту точку зрения, потому что считаем Ататюр, который в 1935 году принял гениальное решение сделать этот храм, который олицетворяет духовные ценности православия и мусульманства, всемирным музеем. Это один из самых посещаемых объектов, в том числе и тех из России, кто приезжает по туристическим поездкам в Турцию. Вторая проблема, она, может быть, является с точки зрения хозяйственной первой – это отчет предстоящей правительства Мишустина. Мы недавно с ним встречались, обсуждали подробно все темы, которые нас волнуют. Мы считаем, что эти темы заложены прежде всего в 15 поправках, которые мы вносили для капитального ремонта Конституции. Единая Россия и партия власти отказалась их принимать, но они стоят в полный рост и придется их рассматривать. Первая и главная проблема – как выбираться из тупика и тяжелейшего кризиса, как сформировать бюджет развития. Бюджет уже потерял почти 40% своей доходной части. А для этого надо, прежде всего, определить приоритеты в области развития производства, промышленности, сельского хозяйства, строительства. Эти приоритеты должны быть должным образом профинансированы. Мы подготовили целый пакет законов, которые позволяют это сделать. У нас богатейшая страна мира, мы в состоянии решить все проблемы. Но, как из дырявого решета, эти деньги утекают за границу и в карманы алчной олигархии. Вдумайте, за три месяца карантина олигархия хапнула 62 миллиарда долларов, более 4 триллионов рублей, и 33 миллиарда долларов перегнали за кордон, более 2 триллионов. Вот вам 5-6 триллионов, которые вполне бы хватили на поддержку всем социальным нуждающим слоям общества и поддержку нашего производства, малого и среднего бизнеса. Если автопром и авиационная промышленность провалились почти на 70-80-90%, в том числе и легкая промышленность, то агропромышленный комплекс работает очень устойчиво в состоянии дать серьезную прибавку. Мы ей внесли предложение поддержать, прежде всего, народные и коллективные предприятия. Они уникальны по своему характеру, составу и качеству продукции. Они решают важнейшие социальные задачи. К слову сказать, эти предприятия у государства не просили и не просят ни копейки, но они просят к ним уважительного, достойного отношения. Мы считаем, что тот закон, который принял Примаков, Мастяков и Герещенко, Матвиенко тогда работал, он сегодня требует поддержки. И мы внесли соответствующие поправки, чтобы государство и правительство с особым уважением относились к этим предприятиям, которые могут стать локомотивом вывода страны из тяжелого кризиса. Вместо этого мы столкнулись с полицейщиной и хамством, которые продолжаются под прикрытием коронавируса еще в больших масштабах, чем это было ранее. Потому что эта рейдерская свора, которая громила в голове с Ельцином и Чубайсом страну в 90-е годы, видя, что иссякают статьи дохода, снова ополчились и на совхоз Грудинина, и на уникальные предприятия Казанкова, и потрясающе эффективные предприятия Сумарокко и многие другие. Почему? Потому что вот вам топор под лавкой, давайте захапаем земли, распродадим, рассуем деньги по карманам и снова их перекачаем за кордон. Вчера состоялся суд против совхоза Ленина. Мое обращение к президенту, который он поручил разобраться с Следственным комитетом Бастрыкина, не возымело действий. Наша просьба к юристам, силовым ведомствам, Верховному суду привести все в порядок тоже не была поддержана. Взял судья и припаял совхозу еще один долг, миллиард сто миллионов. Абсолютно по надуманному предлогу выступили семь истцов, трое из которых там и не работали, а трое их уволили за плохую работу. Вместо того, чтобы разобраться, выполняют заказ прокуроров, судей, следователей, администрации. Эти главные закоперчики сидят в больших кремлевских кабинетах и правительственных стенах. Мы считаем, что это вызов всем гражданам страны. Завтра будет облегковано обращение всех талантливых людей народно-патриотических сил гражданам страны. Еще раз официально заявляем и президенту, он гарант Конституции. Вы обратились к тем, чтобы общество сплотилось для вывода из кризиса. Мы вас услышали. Вы обратились к тем, что мы активно приняли участие в проведении созидательной политики. Мы это не только услышали, но создали более двухсот народных предприятий. Вы обратились к тем, чтобы последовательно соблюдалась законность, была преемственность и территориальная целостность. Но для этого надо защищать все великие ценности, включая и советскую эпоху, русские ценности, наши духовные ценности. А здесь одно из лучших предприятий рядом в Подмосковье начинают уничтожать во главе с полихатой и бандой таких же подручных, которые работают в следственных комитетах, в судах и прокуратурах, которые просто ведут себя как провокаторы. Я обращаюсь к вам, чтобы призвали их к чувству реальной ответственности. Еще раз заявляю, это принято решение на Совете Патриотической силы, на нашем пленуме, который недавно состоялся. Мы не отдадим это хозяйство на растерзание очередным бандитам, политическим провокаторам. Этому хозяйству 101 год. Оно основано по идее и инициативе Ленина. 15 хозяйств, которые были в Ленинском районе, из 15-14 удушили, распределили, растоптали и уничтожили. Это является лучшим в стране. С лучшими школами, садами, лучшей профориентацией, лучшими полями, лучшими фермами. На каком основании судебная система ведет себя как организованный провокатор? Почему силовые ведомства не защищают трудовой коллектив, который полностью обратился в полном составе? В защите. Если правоохранительная система не в состоянии защищать честных людей, тогда народ будет защищать сам в рамках закона. Но будем защищать последовательно и принципиально. Считаю, сейчас вот появится Кудрин. До Кудрина занимались этим Кормоков, Степашин и Голикова. Они усилили официальный контроль за исполнительной властью и хозяйственной деятельностью. Сегодня мы этого не видим. Кудрин свернул наполовину. Вот Кудрину прямое обращение. От всех патриотических сил там 68 организаций. Расследуйте, кто и каким образом уничтожает одно из самых эффективных работающих хозяйств на территории Московской области. Официально вас просим этим заняться. А что касается народных интересов, мы их отставили и будем отстаивать. Мы считаем, что Единая Россия полагает, что они точку поставили в Конституции. Мы считаем, что с этого только начинается. Без справедливости, социализма и дружной работы в стране не выбраться из этого тяжелого тупика и кризиса. Надо посмотреть сейчас внимательно не только на Украину, но и на Америку. У нас встроили насильно хвост американского капитализма 30 лет назад, он трещит. У нас положение, если и дальше будем идти этим финансо-экономическим курсом, уголовным беспределом этой дикой коррупции, у нас будет ситуация хуже. Мы должны все сделать, чтобы уберечь страну от этой трагедии. Еще раз всем напоминаю, в 91-м году в марте 78% проголосовали ваших родственников отцов и дедов за сохранение СССР. Но власть после этого голосования занялась разборками и мирусобойчиков. И в декабре у нас страны с вами не стало. Поэтому те, кто бьет в Литавры, сегодня 78%. Если не будут укреплять страну, не будет вести полноценный диалог, не будет формировать нормальное гражданское общество, то нас ждет ситуация хуже, чем тогда. Мы все вместе заинтересованы в том, чтобы эта трагедия не повторилась. Мы по линии Компартии будем делать все возможное, чтобы страна уверенно смотрела вперед и реально развивалась. Продолжение следует...